Плывай ногу на педаль и начинай крутить. Шестилетняя София еще не до конца освоила езду на велосипеде за руль транспортного средства. Впервые она села прошлым летом. Когда начинала, конечно, падала, и велик на нее падал, было такое. Может быть, поэтому был такой момент, что отказывалась продолжать учиться, приходилось ее уговаривать. Но потом все-таки вот уговорили еще раз попробовать. Потому что старшая сестра хорошо катается, и ей нужно тоже научиться. Чаще всего челнинцы выбирают для прогулок велосипеды, самокаты и ролики. К примеру, Андрей Белогуров предпочитает ездить на электросамокате. Сейчас он пользуется им три раза в неделю. Катался на нем и в школу. В мае тепло стало, и по дворам, не выезжая на проезжую часть, скорость ему запрещаем составлять большую. И слушается, ездит. Травм не было. Травму получают и от падений с велосипеда, и при катании на самокате. В Камский детский медицинский центр в этом году за помощью пока обратились всего два ребенка, которые получили травмы при катании на электросамокатах. С велосипедов тоже падать стали меньше. Чего не скажешь про обычные самокаты. Уже зарегистрирован 101 случай. Чаще всего это травмы нетяжелые, это ссадины, ушибы, растяжения. Случаются и переломы, но их гораздо меньше, чем травм такого легкого характера. Если ребенок упал с самоката или велосипеда и поранился, то специалисты рекомендуют промыть рану водой с мылом. При подозрении на более серьезные повреждения следует обратиться к медикам. Чтобы избежать травм, катаясь на самокатах и велосипедах, нельзя выезжать резко из-за машин, необходимо спешиваться перед пешеходным переходом и соблюдать правила дорожного движения. Елена Камалова, Лейсан Габдрашитова, Артем Колесов. Новости Челны ТВ.